Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. Наступила осень, и это время для осенних посадок плодовых и ягодных растений. С вами Юлия Кондратенок, и сегодня мы с вами будем разбираться с тем, как правильно посадить малину. Итак, малина. Малина летняя, малина ремонтантная, любимейшая ягода, которая нашла свое отражение и в песнях, и в присказках, и в картинах. И, естественно, эта ягода – любимое растение на наших дачах. Для того, чтобы иметь хороший урожай малины, ее нужно для начала правильно посадить. Ведь не секрет, что многие жалуются, я купил, посадил, она не выросла. В чем проблема? Так вот, чтобы этих проблем у нас не было, сегодня мы будем сажать малину по всем правилам. Малину можно использовать для посадки как свою собственную, просто размножив понравившийся ваш сорт, либо сажать малину, приобретя ее в питомнике, либо у нас в фирме «Процветок». Итак, в данном случае перед нами малина летняя. Очень хороший урожайный сорт. И мы решили его размножить, рассадить на большей площади. Вот это прекрасный куст. И сейчас мы его с вами выкопаем, поделим, разберем на деленочки и посадим на новое место жительства. Малина – это кустарник, у которого побеги живут два года. После плодоношения они отмирают. Единственный многолетний орган у малины – это ее корневая система. Именно там закладываются почки, из которых потом вырастают новые плодоносящие побеги. При выкопке стараемся не повредить зону возле побегов. Почему? Потому что вот именно эти почки чаще всего сконцентрированы именно в этой зоне. Слегка обкапываем ее. Поддевая со всех сторон. Таким образом вы сохраните как можно больше корневой системы. А это для укоренения на новом месте имеет очень важное значение. После того, как вы подкопали, мы можем аккуратненько взять побеги и немножко ее потянуть. Аккуратненько оттряхиваем. Убираем корни сорняков. Обратите внимание. Вот проснувшаяся почка уже заложила начало будущего побега, который весной выйдет из-под земли и станет вот такой вот красивый ветром. Малина обычно продается с небольшой частью побегов. Так называемыми ручками. Можно удалить побеги или перед выкопкой, или сразу после нее. Если вы покупаете малину в питомнике или в магазине, то она уже продается обрезанной. Вот с такой ручечкой. Ее основное назначение – это ваше удобство, чтобы было удобно при посадке ее размещать в ямке. Потом мы ее обрежем. Итак, мы аккуратненько удаляем сорняки и разделяем выкопанный куст на деленки. Отряхиваем почву, чтобы мы могли видеть состояние корней. Не секрет, что бывают небольшие проблемы и с корнями. Обратите внимание, вот хороший развитый куст – деленочка малины, пригодная для посадки. У нее хорошо развитые корни. Есть почки возобновления. И такой вот кустик готов к переезду. Удаляем ненужные нам веточки, удаляем старые корни. Они обычно имеют темный цвет. Если где-то корень поцарапался, порвался, такие вот задиры, подрезаем, выравниваем. Тут как в медицине. Ровные срезы всегда заживают гораздо быстрее и эффективнее, чем рваные. Следует помнить при посадке, что малина – это растение, которое любит богатые, хорошо удобренные, плодородные почвы. Если у вас почва, бедная супесь, легкая или средняя, то желательно внести перед посадкой органику, перепревший навоз, хороший компост или торф нейтрализованный. Если же почва довольно плодородная, то можно ограничиться внесением традиционных удобрений перед посадкой. Либо предпосадочное комплексное, либо суперфосфат, который способствует укоренению, и печная зола древесная, в которой содержится большое количество калия. Итак, посадка. Расстояние между кустами мы выдерживаем в пределах метра. Дело в том, что малина – растение корнеотпрысковое, и она со временем займет всю предоставленную ей площадь. Но для начала расстояние метр между кустиками – это то, что необходимо ей для нормального развития. Мы выкапываем посадочную ямку. Глубина ямки определяется в первую очередь размером корневой системы, а также необходимостью внесения или не внесения компоста. Если вы даже в плодородную почву внесете немножко компоста, это пойдет малине только на пульс. Итак, мы формируем ямку посадочную по размеру корневой системы с небольшим запасом. Какой глубины должна быть ямка? Она должна быть такой глубины, чтобы при посадке побеги оказались немножко заглубленными. То есть мы примерили. Мы видим, что не очень еще в баку надо добавить. На дно посадочной ямки мы вносим хороший перепревший компост. На каждую посадочную ямку достаточно приблизительно двух столовых ложек суперфосфата. Одну ложку непосредственно в ямку, вторую ложку в ту землю, в которой вы будете засыпать. Суперфосфат разлагается очень медленно, поэтому на будущий год вот этого внесенного удобрения вполне хватит с лихвой. И в следующий раз вы будете его вносить через год, а то и через два. И печная зола. На посадочную ямку приблизительно стакан, который мы разделяем точно так же. Часть у нее, часть в ту землю, которую вы будете засыпать растение. Тщательно перемешиваем, делая такую питательную смесь. Разбиваемся комочки, расправляем. И помещаем наше растение. Следует помнить, что растения не любят, когда их корни заворачиваются вот так вот вверх. Они прекращают рост. Поэтому внимательно следим за состоянием корней. Если они завернулись, поворачиваем вниз и немножко прикапываем. Благодаря этому они лучше всего укоренятся и будут расти активно. Перемешиваем землю с удобрениями, которыми мы будем засыпать нашу зеленку малины. И аккуратненько просыпаем. При посадке можно немножко так потряхивать, чтобы земелька просыпалась между корешками и там не образовывались пустоты. Когда вы практически засыпали уже ямку, нужно немножко полить, чтобы вода вмыла почву между корнями. Видите, вода уходит под корни, втягивая туда почву, которая облепляет все корешочки. И продолжаем засыпать. Слегка, именно слегка уплотняя почву. Почему? Видите, если мы сильно надавим, мы сломаем этот побег. И те почки, которые мы не видим, но они, несомненно, есть. Аккуратненько руками уплотняем почву. Формируем, если у вас позволяет такая возможность есть, формируем небольшой такой валик из почвы для того, чтобы при поливе вода не проливалась за пределы куста. После того, как вы засыпали посадочную яму, выливаем оставшуюся часть воды. После того, как вода впиталась, малину необходимо замульчировать и обрезать посадочные ручки. Нам они больше не нужны и малине тоже. Что можно использовать для мульчирования? Для мульчирования можно использовать нейтральный торф, либо слабокислый, хороший компост, созревший. Можно использовать и такие средства, как измельченная кора, либо щепа. Но самым, конечно, благоприятным является этот торф и компост. Дело в том, что щепа и измельченная кора, они не имеют никакой питательной ценности для растения. Малины, которые очень любят подкормки. Поэтому желательно для нее все-таки использовать торф, либо компост. Здесь мы будем с вами использовать компост. Вносим компост в посадочную ямку, в лолку точнее. Либо, если вам позволяют условия, мульчирующий слой наносится на весь ряд. Следует помнить, что толщина мульчи должна быть не менее 7-10 см. В таком случае она прекрасно выполняет свои и питательные, и защитные функции. Малину необходимо мульчировать практически ежегодно, ведь ее корневая система постоянно обновляется. Она очень требовательна, как я уже говорила, к питанию. И ей подкормки, особенно органические, очень важны. Итак, мы внесли компост. И после этого, последний элемент посадки, мы срезаем ручки. Больше они нам и растения не нужны. Все. Ваша малина готова к будущему сезону. На этом у меня все. Процветания вам и вашему саду, и вашему малиннику. С вами была Юлия Кондратенок. Подписывайтесь на наш канал Процветок. Смотрите наши сюжеты. Субтитры создавал DimaTorzok